Казанский федеральный университет стал площадкой для проведения так называемой Головкинской встречи. Четвертая всероссийская конференция Верхней Палеозой России, которая состоялась в КФУ, носит имя первого профессора геологии и основателя Казанской геологической школы Николая Головкинского, который стал основоположником изучения Верхнего Палеозоя в Волгокамском бассейне. Когда мы начинали эту конференцию организовывать, мы тоже думали о том, что все-таки Головкинский это выдающийся геолог, выдающийся геолог, действительно революционер в геологии. Площадкой для проведения данной конференции Казанский университет был выбран не случайно, ведь именно здесь сформирована совместная рабочая группа стратеграфия нефтегазоносных резервуаров Верхнего Палеозоя. В Казани я уже в четвертый раз, впервые был здесь именно на первой Головкинской встрече. Больше всего меня интересует стратеграфия Перми, ведь в России имеется огромное осадочное отложение и большое количество ископаемых. В Германии мы также изучаем Перм и проводим совместные исследования с Россией. Несмотря на то, что история изучения верхнепалеозойских отложений России насчитывает более полутора столетий, исследователи во всем мире и по сегодняшний день ощущают необходимость обсуждения научных направлений и обмена мнениями. Аделя Шемилова, Ленарта Валитьяров, Универньюс.